А если развивать вот эту вот систему, сравнить британскую российскую империю, вот мы зацепились за то, что вот БАУ в Индии, БАУ в Анапе, можно еще упоминать такие вещи, как вот браки, смешанные браки. Что такое женитьбы на черкешенке? Ну, в принципе, это нормально, это бывало среди казачества того же самого. А вот если мы посмотрим, если из Англии офицер женится на индианке и, не дай бог, привезет ее в Англию, ну, от него отвернутся все родственники. То есть, это было недопустимо. Дальше смотрим. Одеть одежду местную, туземную. Ну, вот опять же мы говорили, одевали черкеску, пожалуйста, в чем проблема? Англичанин, вот если посмотреть на англичанина, вот как они там потели в своих английских костюмах, там колониальных этих шлемах, чтобы он оделся там в одежду индуса или там еще какого-нибудь туземца, вот это было недопустимо. То есть, это было ниже его достоинства. То есть, вот таких примеров много. Ну, ладно. Все-таки нас интересует Кавказ, и вот в этом плане характерен очерк Михаила Юрьевича Лермонтова «Кавказец». Сразу стоит вопрос, про кого пройдет речь? Очерк называется «Кавказец». Ну, это то же самое, что потом говорили «афганец». То есть, это российский офицер военный, который вот провоевал, прожил, пробыл, прослужил на Кавказе. То есть, кавказец – это русский офицер. Итак, кавказец есть существо полурусское, полуазиатское. Наклонность к обычаям восточным берет над ним перевес. То есть, что это значит? Российский офицер пожил, послужил на Кавказе, проникся этой культурой и полюбил ее. «Последнее время он даже подружился с одним мирным черкесом, стал ездить к нему в аул и пристрастился к поэтическим преданиям народа воинственного. Он понял вполне нравы и обычаи горцев, узнал по именам их богатырей, запомнил родословные главных семейств, знает, какой князь надежный, какой плут, кто с кем в дружбе, а между кем и кем есть кровь. Он легонько маракует по-татарски. Почему сказано по-татарски, мы еще упомянули. У него завелась шашка, настоящая гурда, кинжал, старый базалай, пистолет за кубанской отделки, отличная крымская винтовка, лошадь, чистый шалох, порода кабардинская, да? И весь костюм черкесский, который надевается только в важных случаях и сшит ему в подарок какой-нибудь дикой княгиней. Ну, то есть, полное погружение в культуру. Страсть его ко всему черкесскому доходит до невероятия. То есть, даже вот он заражается этой какой-то манией черкесской, да? Он готов целый день толковать с грязным узденьем одреной лошади и ржавой винтовки. И очень любит посвящать других в таинство азиатских обычаев. То есть, он уже с удовольствием огромным рассказывает об этой культуре другим российским офицерам или людям, попавшим на Кавказ. Ну, соответственно, вот такая эпоха, вот такая культура. Поэтому неудивительно, что существуют десятки, если не сотни свидетельств, участников и современников той же самой Кавказской войны, то есть, это первая половина XIX века, о том, как линейные казаки полностью переняли у горцев их тактику, оружие, седловку, посадку при верховой езде, ну и, конечно же, одежду. То есть, все вот один в один. Ну, мы, конечно, эти сотни примеров не будем приводить, но, да, все-таки подробный детальный разговор мы начнем с описания казачьей одежды и оружия, так удивительно похожих на экипировку горцев, как тогда писали. Самый популярный вопрос про черкеску, наверное, да. Да. Итак, азиатская одежда и оружие казаков-линейцев. Кстати, слово азиатская через я, ну азиатская по-современному, очень часто тогда употреблялось. Даже чаще, чем слово черкесское, например, да. Итак, в отношении мужской казачьей одежды можно вот уверенно, стопроцентно утверждать, что ничего русского на кубанском линейце не осталось. То есть, от макушки до пяток, вот от папахи его до чевяк, он вот во всем был черкес, во всем он был кавказец. Ну, перечислим. Черкесская шапка или потом папаха. Это, кстати, моды тоже менялись, мы это упомянем. Сама черкесска, ций, точнее, да, бешмет, шаровары, ноговицы с чевяками, пояс вот этот узкий наборный, да, шашки, кинжал, винтовка, все местного, все азиатского происхождения. И, опять же, скажем, то есть, это что? Это как бы вот чисто кавказская специфика, вот только на Кавказе, там казаки вот так вот погружались в эту культуру. И да, и нет. То есть, да, погружались, никто не спорит, но это не чисто кавказский культурный код. Точнее, для русских он свойственен был не только на Кавказе. Такой же, изначально, кстати, не совсем русской, там, татарской, была внешность и предков кавказских, кубанских казаков, запорожцев и донцов. То есть, если мы отступим немножко назад и посмотрим, да, вот одежда донцов, она называется там чикмень, архалук. Это все татарщина, это все татарщина, да. Вот, а если про черноморцев, ну вот опять же, мы упоминали этого Ивана Диамидовича Попку. Хотя, кстати, когда он стал генералом, этот, ну, как бы, известный военный деятель и писатель, он фамилию, ну, естественно, переделал, он стал Попко. Точно так же, как был Андрей Шкура, а потом стал генерал Андрей Шкурок. Итак, вот что на эту тему писал, ну, тогда он еще был Иван Диамидович Попка. Вполне применяясь к местным обстоятельствам, так важным в военном деле, старинные казаки, народ православный, не без достаточных причин перенимали одежду, вооружение и даже басурманскую наружность своих соседей-недругов. Ну, басурмане, это мусурмане, получается, да. Запорожцы одевались, вооружались, седлали коней и даже брили себе голову, как крымские татары. Ну, тут сразу интересно, это что получается? Знаменитый казацкий чуб, он не совсем казацкий? Да. То есть, вот так же бритая голова и такой же вот свисающий клок волос, те же самые крымские татары выглядели так же. То есть, это факт однозначный. И почему только крымские татары? Может, мы упомянем и черкесские чубы? В принципе, тоже было. Вот на одном из выпусков мы уже этот факт упоминали, но еще раз. 1830 год. Встреча князя Джамбулата Болотокова, Тимиргоевского старшего князя, с фельдмаршалом Паскевичем, главнокомандующим на тот момент русской армии на Кавказе. Вот как описывали Тимиргоевского князя. Небольшого роста, широкогрудый, со селедцем за ухом. Причем автор пишет, это отличительный признак подчетнейших гостей Адиге. Ну, знать одним словом. То есть, это автор этого текста, значит, Новицкий, значит, адъютант Паскевича на тот момент. И он говорит, вот князь стоял вот со своим чубом, хохлом. Это значит, вот мне сказали, я в курсе, я сам это выяснял, что это вот знать черкесское, такие чубы носят. Ну, насчет этого, что это чисто прям знать, мы не совсем согласимся. Ну, вот яркий пример, 1830 год. Стоит черкесский князь. Голова бритая, на голове хохол. Вот. То есть, получается, так называемые, в кавычках, казацкие чубы носили не только крымчаки, крымские татары, но и Адиги. Ну, правда, до определенного периода. Вот до тех самых 1830-х годов. Потому что тогда это была, знаете, такая вот переломная эпоха, этап в исламизации западных адыгов. Тогда вот именно произошел вот надлом, когда черкесское язычество стало уходить в тень и уступать место исламу. Ну, там, конечно, были жуткие разборки. И там между собой даже враждовали племена. Там одни нападают, там кресты у них сжигают. Потом эти нападают, мечеть им разрушают. Но это больше, кстати, было свойственно для побережья. Вот наши вот эти кубанские прибрежные шапсуги. На мой взгляд, у них, вот если весь адыгский массив брать, ну, там, от кабардинцев и суда, вот у них остатки язычества сильнее до сих пор. Да. Вот, да. Вот именно тогда черкесские войны перестали брить бороды, отращивать чубы, отрезать голову убитым врагам и так далее. То есть, по мусульманским обычаям, теперь это все храм. Все. То есть, теперь, значит, голова полностью лысая, вот такая борода. Вот, а если посмотрим, опять же, рисунки 18 века русских художников, это длинноусы с бритым подбородком, знатные там черкесы, кабардинцы, вот туда-сюда толпами на этих рисунках изображены. Вот. И, кстати, активно курящие трубки. Табак, да. То есть, насколько мы понимаем, вот если в радикальный ислам вдаваться, там и табакокурение тоже грех. Вот, да. То есть, чубы, мы-то понимаем, что это, наверное, такое что-то татарское. Это, ну, даже, может быть, без привязки к татарской, потому что можно вспомнить древнерусских воинов, того же самого князя Святослава. Это что-то на тему воинской культуры, мужской, воинской культуры, без жесткой привязки к какой-то одной национальности. Как-то так. Оригинально. Да. Ну, это мое мнение, может, кто-то и будет оскваривать. Да, это вопрос. Но, тем не менее, значит, опять мы, как часто, отвлекаемся, про черкесские чубы сказали, вернемся к казакам-линейцам. Вот 1837 год, автор, значит, этого текста, поручик Симоновский, он участвовал в большой экспедиции за Кубанской генерала Велиминова к побережью. И вот он описывает казаков-линейцев из конвоя генерала Велиминова, которые его сопровождали. 8 мая. В 10 часов утра генерал Велиминов объезжал весь лагерь. Впереди Велиминова ехали три линейца. Потом он со свитой сзади конвой, состоящий из 50 линейских казаков. Костюм их мне очень нравится. Они одеты и вооружены совершенно, как черкесы. А ловкостью и искусством в бою много превосходит самих черкес. По крайней мере, на равных, чтобы не обижать черкесов. Одежда их легка и удобна, как для конных, так и для пеших. Многие из них на всем скаку лошади поднимают с земли целковой. Ну, то есть монету рубль. Это знаменитый элемент джигитовки кавказской. Они рослые и хорошо сложены. То есть вот так описывает российский офицер. Кстати, гвардейский Улан, который прибыл на Кавказ за орденами, поучаствовать в этой экспедиции. Вот так он описал линейных казаков. То есть для нас тут самое интересное что? Что они одеты и вооружены совершенно, как черкесы. Опять же, та же самая экспедиция, 1837 год. Только теперь этот фрагмент автор является Григорий Иванович Филипсон. Это фрагмент из его воспоминаний, достаточно известного литературного произведения. Вот он описывает эту черкескость линейных казаков так. Линейные казаки пользовались вполне заслуженной славой, удальства и храбрости. На конях горских пород, в красивом горском костюме, линейные казаки многое заняли от горцев. Джигитовку, удальство и блестящую храбрость с театральным оттенком. То есть это не только внешняя культура, а еще и глубоко внутренние начала ее стали основой жизни линейцев. Даже в манерах и в домашней жизни они многое переняли от своих исконных врагов. Нужно признаться, что народная нравственность у них была очень нестрога. Я не зря сказал, что русские линейцы не стали полностью черкесами. Вот это яркий пример. Многие авторы пишут, что вопросы такого полового характера до и вне брачных половых связей среди линейных казаков, конечно же, кардинально отличались от быта адыгского. Ну, это, как говорится, категория 18+. Эту сторону истории я знаю, но сегодня рассказывать не буду. Адыга Хабзе это немножко не проще. Это не совсем похоже на Адыга Хабзе, хотя, если посмотреть опять же адыгскую культуру доисламскую и потом, ну там тоже разница. В конце концов, вот буквально недавно, значит, попался, я его потом в группе ВКонтакте опубликовал, рассказ, значит, 1929 год, автор Ибрагим Цей, Чапш. То есть, он написал вечеринку, вот эту шумную, музыкально, со всякими там этими, значит, громкими элементами, для того, чтобы лечить человека, который был ранен или болел и так далее. Вот там опять описывает, ну, если кому интересно, в принципе, этот текст можно почитать. Там описывается имитация полового акта, вот этих ряженых черкесских между собой, и все стоят и ржут. Ну, правда, девушки смущаются, и девушки уходят. Вот. Так что в эту категорию 18+, мы, по крайней мере, сегодня лезть не будем. Там не все так просто, как вот сейчас часто воспринимаются. Сейчас тоже и казаков, вот эти вот современных, часто убеждают, что они там и не ругались, и матом и не курили, и женам не изменяли, и что все там было идеально. Что это современный исторический миф, что на тему, вот до какой степени все было по Хабзе, тогда тоже это все достаточно обсуждаемо. Вообще, народного быта это отдельно. Да, да, да. Ну, ладно. Возвращаемся к тексту. Но вообще, как и хорошие, так и дурные качества приводили, ну, линейных казаков, в восторг офицеров. Приезжавших на Кавказ и всех войск для участия в военных действиях. Чистый черкесский костюм взят в образец для служебных мундиров линейного казачьего войска. Ну, и правда, несколько изменен был в Черноморье. Вот, вот опять же, да. То есть, линейцы, чистый черкесский костюм. Черноморцы, да, ну, есть как бы одни там нюансы. Чуть свое. Да, ну, точнее, их черкесска выглядела не как настоящая черкесска, черноморских казаков. Вообще, как костюм и оружие, так и седло и убранство лошади были красивы, удобны и приспособлены к климату и роду войны. То есть, что получается? Вот в последней фразе Григория Хелепсона ответ для нас и есть. То есть, почему линейцы стали русскими черкессами? Удобны и приспособлены к климату и роду войны все. От оружия, одежды, седловки и так далее, и так далее. То есть, вот она главная причина. Что хорошо, то и надо усваивать. Вот, ну, вот, конечно, это главная причина, хотя, конечно, были и другие. Ну, вот. Ну, практика показывает. Да. То есть, все-таки, давайте сформулируем примерно так, что линейцы довольно быстро и легко переняли черкесский боевой мужской комплекс. Вот. Это понятно почему. Косвенные причины, ну, вот одну из них можем назвать, что у линейных казаков их форма, ну, их внешний вид, их одежда, они очень долго никак не регламентировались законодательно. То есть, если черноморских казаков, тех же самых, в 1816 году одели в мундиры и сказали вот так, линейцев это вообще не касалось. То есть, они носили, что хотели. Поэтому очень быстро, гораздо быстрее, чем те же самые черноморцы, они перешли на черкесскую одежду и все остальное. И распробовали, да, и все. Да. То есть, им никто как бы не запрещал этого делать, как, например, тем же самым черноморцам. У них был строевой мундир. Вот этого 1816 года своеобразный. Мы его видели на рисунке, да. Вот им вот так вот приходилось. То есть, у них это было таким образом. Ну, то есть, мы говорили о том, что причин вот этого вот усвоения всего, чего только можно из культуры быта, в первую очередь, военной черкесов, у линейцев было много. Главную причину мы назвали, точнее, Григорий Филипсон ее назвал. Раз удобно для местного условия жизни, для климата, для войны, значит, мы это и возьмем. Плюс упомянули то, что, да, действительно, у линейцев этот процесс шел проще и быстрее, потому что им никто не запрещал этого делать. То есть, они носили, что хотели, у них форма никак не была регламентирована, в отличие от черноморцев. Поэтому этот процесс у них и шел гораздо активнее. Ну, вот пример. У донских казаков, которые поселились на Кубанской линии в 1790-х годах, значит, ну, из них был образован Кубанский линейный казачий полк, то есть, это вообще первый полк линейный кубанский, из которых вообще были. И вот, что об этих донских казаках на линии писали. Что лишь старики и служивые казаки долгое время носили обмундирование донского покроя. А вот молодежь стала обзаводиться одеждой и холодным оружием черкесского образца. Ну, то есть, буквально уже следующее поколение. То же самое можно было сказать и о казаках Кавказского и Хаперского полков, которые вот вместе с этим Кубанским образовали три самых старых линейных казачьих полка, поселенных на Кубанской линии. То есть, и остальные потом, тот же самый Лобинский, да. То есть, получается, здесь прошло немного времени. Ну, что значит смена поколений? 10-20 лет. Все, уже поменялось. Доказательство тому, рапорты командиров Кубанского и Хаперского полков периода 1810-х годов. Там уже вот читаешь эти рапорта, как вооружены казаки, как они одеты. Там уже описывается вот этот смешанный русско-черкесский комплекс вооружения. То есть, с одной стороны, вот опять же, русские нарезные винтовки, флинты и стуцера. Ну, то есть, название, в принципе, варьировалось. Традиционно для донских казаков пики казачьи на древках, но шашки преимущественно черкесские. То есть, получается, вот еще донские пики есть, но холодное оружие уже черместное. То есть, шашки преимущественно черкесские. Или так называемые переделочные шашки, которые казаки из русских клинков переделали на черкесский же манер. То есть, ну, бралась, допустим, сабля, рукоятка переделась, гарда убиралась, там перетачивался немножко клинок и получалась переделочная русско-черкесская шашка. Вот. А вот кавказские пистоли и кинжалы были лишь у некоторых казаков по их личному желанию. То есть, были, но еще не у всех. То есть, это 1810-е годы. То есть, вот уже смешанный такой... Процесс-перекомплекс, да, вооружение, да, переходный. То есть, пики есть, шашки черкесские, ружья еще русские. Вот. Еще не перешли на азиатские винтовки. Ну, хотя, в принципе, тоже винтовки. Вот. Шашки, кинжалы есть, но не у всех. То есть, идет процесс перевооружения. Так. Вот. Потом, в 1824-1831 годах, была целая серия указов и распоряжений, когда линейным казакам уже официально власти приказали строить форменное и партикулярное бундирование черкесского покроя. Ну, партикулярное, это как повседневное. То есть, да, не строевое. Кроме того, вот как раз в это время у линейцев отменили пики и ввели, причем в обязательном порядке, кавказские пистолеты и кинжалы. Так, например, вот опишем форменную мундировку, ну, как по-простонародному, мундировка. Вот. Казаков-кубанского полка образца 1828 года. То есть, это что? Темно-синяя черкеска с белыми погонами. Бешмет из белой материи. Черкесская шапка из черного курпея с белым верхом. Челяки с ноговицами в хорошую погоду или сапоги в дурную. То есть, вот уже все пошло. Причем уже официально и даже сверху. Оружие казаки держали горское с нарезным стволом. Ну, в официальных документах такие винтовки назывались азиатское нарезное ружье. Плечевой патронтаж с двадцатью патронами, шашка, кинжал, пистолет. Все было черкесского образца произвольной отделки. Вот что такое произвольная отделка? Ну, то есть, это или затрофеянная в бою горцев, или купленная в бою. Купленная на вот этих миновых всяческих торжищах. Или же очень часто в этом стиле работали тульские и другие русские купцы, которые специально производили партии оружия в горско-кавказском-черкесском стиле, те же самые ружья. Привозили их на продажу, на линию и продавали. То есть, популярностью пользовались, да? Да, да, однозначно. Вот. Кстати, важное уточнение. Свои официальные мудиры азиатского покроя, которые в официальных документах назывались чекмень или полу-кафтан, слово «черкесска» появилось гораздо позже официально. Линейцы в походно-боевых условиях не носили. То есть, вот мы сейчас описали только что строевой парадный мундир. То есть, там темно-синий, белые погоны, там белый верх на черкесской шапке-папахе. Это все к реальным боевым действиям мало имело отношения. То есть, это было парадное мундирование, шитое по образцам, которые прислали из Петербурга. Ну, правда, и вот сшили, получили и по сундукам попрятали. Надевали эти мундиры официальные редко. По словам одного казачьего офицера, раз или два в год, не более. Ну, куда? На парады, на строевые смотры. Например, когда на кордон какое-нибудь высокое начальство является с визитом, казаки вот в эти свои строевые черкесские темно-синие с погонами одеваются. Ну, нас, конечно, интересует военная, военная, вот эта походная, полевая жизнь. Вот там была другая картина. Они носили вот эти, ну, как там было сказано, партикулярные, мы скажем, повседневные, кордонные, даже можно сказать, черкесские. Причем, что интересно, Флориан Жиль, один из европейских путешественников, бывших на Кавказе, ну, он, правда, служил в Петербурге, значит, царской семье, в Эрмитаже, там, заведовал музеем монетным. Вот. Он был на Кавказе и написал интересную фразу, что казаки носят чекмет, ну, чекмень, черкеску, цвета сухих листьев, как у черкесов. То есть, можно уже говорить о каком-то там камуфляже. Камуфляже, да. То есть, чекмет цвета сухих листьев носят казаки-линейцы, как у черкесов, то есть, у них это восприняли. То есть, они использовали для черкесок сукно различных оттенков желтого, коричневого, бурого и серого цветов. Типичная такая. То есть, это нормальная, обычная горская, кавказская черкеска, но чаще всего серая. Но тут все просто, домотканное сукно, не крашенное, оно серое. Если мы его красим, природные красители какие, ну, луковая шелуха, та же самая знаменитая, значит, она будет буро-коричнево-светло-черно-какими-то там полутонами или, как иногда говорили, верблюжьего цвета. То есть, ну, коричневых оттенков. Если там добавится что-то еще, уже позеленеет. Ну, так или иначе, это, значит, у нас грязно-желтый, светло-зеленый, какие-то вот такие полутона. Ну, цвет сухих листьев. Природные. Да. Кроме того, конечно, у них были праздничные черкески, более узкого покроя, чем повседневные. То есть, вот, когда мы видим, вот, затянутого в талию какого-нибудь тоже самого горца со времен черкески, это парадно-выходная одежда. То есть, повседневная черкеска, она никогда вот так вот в талию, прямо в обтяжку не была. Вот. Да, причем их... Котанцы ходили. Да. 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 Почему более мешковатые, более свободные были кордонные черкески, я еще скажу. Ну, то есть, вот эти вот парадные в талию черкески, да, были, конечно, как и у горцев, да. Ну, это же самые красные чуваки, как мы вспоминали, да. Вот. Их шили из фабричной, там, красной, белой, синей, зеленой, там, желтой, фиолетовой ткани, богато украшаемыми галунами и так далее. То есть, вывод. Под каждую, как бы, ситуацию в жизни был свой определенный мундир, да. То есть, значит, лежала в сундуке у него эта строевая, например, темно-синяя черкеска с погонами, со всеми остальными, значит, причиндалами. Значит, ходил он повседневно и на кордон выезжал в такой вот камуфлированный черкесский, свободноватый такой, ну, чуть-чуть мешковатый. Ну, и плюс в тоничные праздники. Он выходил, как говорится, в свет перед дамами покрасоваться в таком вот по фигуре, в обтяжечку из дорогой фабричной ткани, что-то тоже одетое. То есть, вот так оно и было. Со временем, в 1830-е, 40-е годы, в нескольких казачьих полках, благодаря усилиям командиров, то есть, это от начальства шло, да, удалось закрепить более или менее однообразную расцветку и даже кордонных черкесок. Так, например, в Хоперском полку допускались только коричневый или верблюжий цвета для повседневных черкесок. А вот командир Лобинского полка, ротмистр Волков, от 30 апреля 1842 года распоряжение, приказал своим казакам покупать черкесский только желтый, только желтого цвета, да. Иной колер позволялся лишь при отсутствии желтых в продаже. То есть, получается, Лобинский полк, значит, на кордоне в желтых, а Хоперский полк в коричневых. Но мы же прекрасно понимаем, что это не идеально желтый и не идеально коричневый цвет. Это вот эти вот расцветки и полутона на эту тему. Ну, явно не такой. Да, 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 однозначно. Кстати, кроме того, в Лобинском полку черкесский предписывалось иметь просторные, вот оно что, что значит легкая мешковатость. Чтобы можно было их надевать на полушубки сверху. То есть, чтобы было место для уплотнителя вот этого зимнего, да. Потепление. Да. Кстати, и непременно с двенадцатью газырями. Кстати, ну вот, на одной груди. То есть, не то, что вот тут шесть. На тот момент по шесть это уже было мало. Это в восемнадцатом веке понемножку газырей было. То есть, чем дальше идет Кавказская война, тем эти газыри увеличиваются. Как мы в одном выпуске уже говорили, сперва они были так, потом они вот так вот стали. Потому что, ну, не помещаться стали. Вот. То есть, с двенадцатью газырями, то есть, тут двенадцать и тут двенадцать получается. Двадцать четыре. Да. Требовалось так же, чтобы казаки покупали азиатские черкесские угорцев. Вот. Да. А не у армян черкесогаев, купцов вот этих, да. У которых черкесские были тесные только с десятью газырями. Ну, то есть, как-то вот, менее они были приспособлены к войне, да. За нарушение приказа виновные подвергались наказанию розгами или палками при сборах станичного общества. То есть, вот, выпарят, если у тебя не желтая мешковатая черкесска с двенадцатью, и двенадцать и двенадцать газырей. То есть, вот, это командир лобинского полка жестко следил, чтобы так было. Ну, а мы добавим, что так же было и у закубанских горцев. То есть, тем более покупалось у кого, эти азиатские черкесские покупались у самих горцев. Ну, да, непосредственно. Да. Что касается бешметов, то по свидетельству вот историка казачьего Толстого, который написал историю хоперского полка, в 1831 году даже при официальных строевых мундирах, вот когда начальство, и все равно даже бешметы были произвольного цвета, то есть, за ними никто не следил, что вот тут вот у тебя воротник какой был, да. Кордонные бешметы шили из какой-то там дешевой ткани, там из холста, полотна, бязи, ну, а праздничные на выход из атласа, шелка, и тоже богато украшали вышивкой и галунами. В принципе, вот мы упомянули черкеску бешмет. Та же самая ситуация была и с азиатскими вот этими поясами, попахами, шароварами, ноговицами, чиваками, бурками, башлыками, полушубками, которые были произвольного образца и достоинства, но самое главное, азиатского происхождения. Василий Потт, кстати, историк Кавказской войны, когда еще был молодым драгунским офицером, оставил такое интересное, ну, небольшое, то есть, повествование, называется «Несколько Дина Кубани». Вот интересный оттуда фрагмент. Что значит, ну, доказательство того, что часто и покупалось-то это все у горцев. Потому что самое лучшее, лучше, ну, там было. Вот. У хозяев, у законодателей моды взять. «Из кожаных ремней у линейных казаков приготовляют пояса шашечные и ружейные перевязи, уздечки, подпруги, пахвы, недоустки и треноги». Ну, то есть, вот все, что и человеческое, и компрессное снаряжение, да. Но интересный момент. Но как не хороши ремни, выделываемые казаками, они все-таки далеко уступают черкесским. Черкесский способ выделки ремней такой же, что и у казаков. Но черкесский ремень мягче, тоньше и прочнее. Казаки охотно выменивают их у горцев вместе с другими предметами. То есть, все-таки даже вот такие некоторые нюансы не могли достичь линейные казаки в своем ремесленном производстве, да. И поэтому, чем вот так заморачиваться, проще все это выменять у самих горцев. И пояс, и уздечку, и там для шашки перевязь, вот это, ну, все короче. Ну, наверное, какие-то мастера, какие-то совсем особенности не передавали. Легко. Ну, плюс можно все-таки учесть, что вообще ремесленное производство, вот, очень долго в среде казачества такого понятия, как там, оружейники свои или ремесленники не было. Им было не до того. Они или из России покупали, или покупали у горцев. Важная особенность. Линейные казаки внимательно, вслед за всеми горцами Кавказа, как говорил Флориан Жиль, следовали за переменами в кабардинской моде. Ну, то есть, мы это прекрасно знаем, это общеизвестно, что французы Кавказа, что кто все лучше всех там щеголь, кто там лучше всех носит одежду, кто сидит на лошади, как кабардинец. Это, ну, это все знают, да. Вот, поэтому линейные казаки, вслед за всеми горцами Кавказа, например, постоянно меняли свою папаху из меха ягненка, то черного, то белого цвета, то большую, то низкую, то высокой формы. То есть, это все было непостоянно. То есть, стоило что-то там кому-то, вот, как мы смотрим, в кабардинской моде измениться, а тут же все это распространялось на округу, в том числе и на линейных казаков. И одним из показателей, до какой степени линейные казаки очеркесились, было заимствование ими различных вот всяких горских военных уловок, хитростей, да, связанных с одеждой или воинским снаряжением. Так, вот, от черкесов, казаки заимствовали способ заполнять верхи своих папах вместо ваты шерстью или конским волосом. Это помогало для лучшего предохранения головы от рубящих ударов шашки. То есть, даже вот такие мелочи, даже вот такие нюансы, они усваивали у горцев. Вот, достаточно нам с вами посмотреть на несколько фотографий. И, кстати, вот это фотографии, изображающие казаков, кавказских, варшавского дивизиона, о котором мы говорили. То есть, это снято фото от Илья в Варшаве. То есть, стоят перед нами, ну, скажем так, типичные горцы. То есть, бороды, папахи высокие, явно вот та самая мода кабардинская в этих папахах видна. И тоже они явно набиты, потому что стоят, как говорится, как тогда говорили, торчмя стоят. Да, без залома вот без этого, как потом по моде он произошел, да. Опять же, никаких сапог мы не видим, да. Челяки, ноговицы, то есть, все соответствует горской кавказской моде. И, кстати, вот это редко иногда бывает, видно пистолет, видим, висит, да. Хотя, если пистолетов, например, два, то обязательно еще один был заткнут сзади за пояс. Да, то есть, вот это все тоже присутствовало. Или вот еще одни фотографии. На одной из них изображен гвардейский линейный казак из Петербурга. Стоит в бурке, значит, и с башлыком накинутым на папаху, да. А тут же, это вторая фотография, это всадник дагестанского конно-регулярного полка. То есть, это горец, дагестанец, служивший в российской армии, вот в этом воинском подразделении. Вот, смотрим на эти две фотографии, по принципу, найди 10 отличий. Очень с большим-большим трудом эти отличия можно найти, а может вообще не найти. Потому что, ну, опять же, и бурочный чехол для винтовки висит у обоих, и кинжал висит, как говорится, с таким же градусом, да, на угол. И вот, и газыри, как бы так расположены одинаково, и длина черкесски, и все-все-все остальное. Опять же, те же самые ноговицы с червяками, все соответствует. То есть, отличить вот этого вот гвардейского линейца от дагестанского всадника, ну, практически невозможно. Вообще кавказское было, да. Да. Но, кстати, интересный момент. Вот такие папахи высокие, стоячие, это уже конец Кавказской войны. До них были так называемые черкесские шапки. Вот это тоже как-то мало-мало известно. Вот, смотрим, например, на рисунок, на котором столичный художник из Петербурга изобразил казаков линейных, урядников Ставропольского и Хаперского линейных казачьих полков 1840-1850-х годов. То есть, присмотримся, что мы видим. Парадный темно-синий черкесский, вот с полковыми цветами. То есть, например, у одного полка желтый приборный цвет, то есть, попаха, верх попахи, воротник, погоны, чехол для пистолета, да. В другом полку это, значит, зеленое все, да. То есть, все бы ничего, все бы замечательно, все хорошо, прекрасный рисунок, который является хорошей иллюстрацией. Но в нем есть одна ошибка. То есть, столичный художник здесь совершил одну существенную ошибку, на этом рисунке нет бород. Они не бородатые. Вот это серьезная ошибка, потому что стоит немножко, вот как сказать, про эти казачьи бороды. Казачьи бороды, то есть, казалось бы, ну казачьи-казачьи, но казачьи бороды-кавказские бороды. То есть, куда же без этого. Итак, у линейного казачества Кавказа ношение бород было распространено просто очень широко. В свое время этот обычай даже навлек на себя неудовольствие царя Николая Первого. Во время его посещения Кавказа в 1837 году его сопровождало одно время конвой из гребенских казаков. Вот он насмотрелся на этих бородачей. Вот и потом как-то так выразил свое неудовольствие фразой, что и палеты к бородам, и бороды к и палетам ужасно не идут. Ну то есть, пришлось одеться казакам, вот эти парадные строевые мундиры. Офицер, соответственно, был в и палетах. Но при этом вот с этой своей бородой. Поэтому в 1838 году даже было высочайше повелено всем казачьим офицерам и нижним чинам бороды брить. И волосы на голове коротко подстригать. Но этим царским правилом линейные казаки пренебрегали. То есть, продолжая отращивать свои длинные старообрядческие бороды, там аж до пояса. И вот тут ключевое слово старообрядческие. То есть, с одной стороны, это было очень по-кавказски, но вот еще с этой религиозной спецификой. То есть, да, совершенно верно. Борода являлась неотъемлемым внешним признаком старообрядцев, которые служили практически во всех линейных полках. Так, например, отправленный в 1839 году в столицу с донесением об успешном штурме аула Ахульго в Дагестане. Значит, казак, отличившийся там станичит-серавленый Дегурин, прозванный Хватским, вот, этот казак был высокого роста и красив собой, с черной кладистой бородой. Ну, в Петербурге, когда он явился, начальство пожелало представить его царю. Но один нюанс тут, какое затруднение. То есть, он бородатый. А тут буквально год назад царь сказал, что категорически бороды брить казакам кавказским. Ну, Хватский этот казак Дегурин уперся. И ни в какой не хотел брить свою бороду. Гребенцы, ну, да и вообще, как все кавказские казаки-староверы, бород никогда не брили. Да и вообще считали ее священной. Вот. В жарких боях с Хватках, с горцами, они брали свои бороды в рот и, закусывая их зубами, считали себя, как бы, принявшими таинство причащения. И тогда смерть для них была, как чаша сладкая вина красного. Ну, долго начальство старалось уговорить Хватского сбрить бороду, но все было тщетно. То есть, он даже стал вот говорить, что приступите ко мне бороду брить, я этой бритвой себе и горло перережу. Вот. Потому что борода никогда не мешает мне долг свой исполнять царю-батюшке. Но, в конце концов, когда царю доложили об этой ситуации, он сказал, что ладно, все хорошо, пусть будет с бородой, то есть, его величество милости, вот, и желает видеть Хватского с бородой. То есть, вот такой тоже еще интересный момент. Вот. То есть, вот смотрим на этот рисунок. Вот перед нами изображен типичный казак-линеец, причем кубанский, 1-го Лобинского полка. То есть, ну, вот на погонах 1-л, это как раз и означает 1-й Лобинский полк. Ну, и что у нас здесь присутствует? И бородища, вот, и кавказская черкесская шапка, и, значит, мундир, и все детали военного снаряжения, там и шашка, и кинжал, и пистолет заткнутый за пояс, и на плече типичная кавказская винтовка. То есть, ну, все хорошо, все замечательно. Этот с бородой. И причем одет, видно, что не как-то там во фрунт затянутый перед строем, да? То есть, линейц, ну, то есть, в таком, скажем так, более приближен к реальности военно-походном по любому виде. То есть, что-то расстегнуто, что-то подвернуто. Ну, единственное, что мы помним, что кордонные черкески, они были не темно-синие, а такие грязно-желтые или коричневые. Это такая... То есть, ну, все равно этот рисунок, наверное, от рисунка дореволюционного, предыдущего, ну, к реальности немножко ближе. Но тут другой прокол. То есть, тот художник немножко не угадал с бородой, а этот не угадал с серегой. То есть, если присмотреться, вот в ухе у этого линейного казака лобинского полка, ну, если мы смотрим зеркально, это левое ухо, в левом ухе у него серега. Знаменитая казачья серега. Но тут вот тоже давайте немножко об этом и скажем, про эти казачьи сереги. То есть, выглядели они примерно так. Часто, да? Но нет ни одного упоминания, что кавказские казаки-линейцы носили в ушах сереги. По крайней мере, до конца Кавказской войны точно. То есть, ни одного линейца серегой ухи нельзя было встретить как такового. Да, сереги, особенно часто в виде так называемого змия, попираемого крестом, были популярны у донских казаков, которые служили на Кавказе, в том числе и на Кубанской линии, но это другое. То есть, все-таки это донские казаки, временно присутствующие, потом уходящие на Дон. А вот у линейцев серег вообще не знали, что это такое. Тем более, потом всякие мифы стали же добавляться. Вот эта родилась современная казачья мифология. В конце 20 века распространилась, например, легенда о том, что значит эта серега. Что вот если казак носит серегу в левом ухе, это значит единственный сын родитель. Да, да, да. Вот. Если серега в правом ухе, это последний мужчина в роду. А если две сереги в обеих ушах, это вообще единственный ребенок у родителей. Ну и так далее. Ну так вот, это историческая легенда, родившаяся в недавнее время, потому что никаких подтверждений нет этого. Современная мифология. Ну, может быть, они там начитали с тихого дона шоу, эти современные казачьи реконструкторы. Мы сейчас не будем вдаваться в подробности. Тем более, что значит казачья серега? Если даже в конце 19 века такие же условно казачьи сереги носили солдаты и матросы русской императорской армии флота. Вот примерно как на этой картине. Это кадр из фильма «Максимка». Ну, это ладно, фильм фильмом, но это все-таки не умаляет того, что действительно 100% часто какие-то бацмана, старшие матросы и так далее на флоте российском императорском действительно носили вот такие сереги. Еще пиратская тема. Да, причем, что интересно, на самом деле еще император Петр I запретил эту древнюю традицию в русской регулярной армии. Но запретить-то запретил, но все-таки где-то как-то это продолжалось. То есть это факт. Сразу есть вопрос, а насколько эта серега мужская казачья? Возможно, когда-то это вообще как бы мужская серега была каким-то военным оберегом, судя по всему. Потом, уже ближе к 19 веку, это стало уже больше, знаете, демонстрация какого-то удали, молодечества, щегольства, какого-то своеобразного. Тем более, что часто у нас вот казака серегуи в ухе изображают дюжи охочего добара, злого до женщин. То есть, наверное, тоже это как-то. Ну, а если хоть какая-то реальность, хоть какие-то доказательства, вот интересная информация для размышления. Такой вот факт. У кумыков, у кавказского народа, тюркского корня, такого же, как нагайцы, карачаевцы, балкарцы, был такой обычай, это 100%, что единственному сыну, о, начинаются уже какие-то аналогии, болеющему часто в детстве надевали сережку. Его как бы перед болезнью выдавали за девочку. Прятали его от болезни. А когда мальчик крепчал, серегу снимали. То есть, ну, какие-то зацепки есть. Это половецкая, может, еще старая. Что касается знаменитой половецкой сереги, очень долго одно время вот историки разрабатывали тему, что полуоцам было свойственно носить серегу, там, потому что она в левом ухе. Более современные исследователи говорят, ребят, ну, не факт, что это было прям как жесткий какой-то обычай, что вот раз половец, значит, серега в левом ухе. Тем более, это касалось не только полуоцам, как кочевого народа. У других тоже это было зафиксировано. Но кумыки-то кто у нас? Это же тоже кочевники, да? То есть, вот что-то может быть из кочевого мира. Плюс донцы у нас тоже большие любители татарщины в плане проникновения в культуру. Может быть, все оттуда идет. Может быть, все оттуда. А если вот все-таки спросить, ну, если там бороды нет, тут серега лишняя, ну, как по-нормальному, по-настоящему выглядел типичный линейный казак эпохи Кавказской войны. Все очень просто. Есть такие рисунки. В частности, художник Григорий Гагарин, знаменитый автор, рисовальщик, бывший на Кавказе, оставивший огромное количество рисунков, изображал в том числе и линейных казаков. Вот посмотрим, давайте с вами на один из таких рисунков, который изображает линейного казака Харунжия Григория Баскакова. Ну, что тут мы видим? Борода, хорошая борода. Голубые славянские глаза, копна волос присутствуют. Черкеска мешковатая присутствует. Кинжал-шашка прорисованный. Ну, правда, видимо, что рисунок больше как бы недорисованный, полуэскиз, но цвет черкесский и все остальное тоже соответствует. То есть, вот это типичный линейный казак со старообрядческой и в то же время кавказской бородой, одетый в кавказскую одежду, горскую, черкесскую. Понятно, что внешне неотличимый от какого-нибудь горца. Какие-нибудь черти лица. Да, ну, насчет черт лица, ну, в конце концов, голубоглазых чеченцев хватает. Ну, тоже верно. Да, и половина дагестанцев у нас светловолосые и светлоглазые. Ладно. Продолжим наш разговор как раз про особенности внешнего вида линейных казаков. Вот таких вот мелких нюансов, но они важны, эти мелкие нюансы.